Качество воды в поселке Иркин-Шахар Сунические годы завершены для тысячи выпускников к ЧГУ. Теперь они дипломированные специалисты. В рамках совещания участники выставки представили концепции своих экспозиций, озвучили ключевые мероприятия в рамках культурной и событийной программы региональных экспозиций. Клава Республики Рашид Семрезов отметил, что в основу экспозиции Крачева-Черкесии в рамках международной выставки форума «Россия» заложат смысловые линии ближе к горам, ближе к людям, ближе к звездам. Напомним, что она пройдет на территории ВДНГ с 4 ноября по 12 апреля в программе «Экспозиция достижений России», «Дни регионов», «Деловые недели», «Культурно-развлекательная программа», «Фестивали кулинарных традиций» и «Ярмарка». Жители поселка Иркин-Шахар Ногайского района беспокоят качество воды, которая поступает в их дома. По словам людей, живительная влага даже визуально не внушает к себе никакого доверия. Наш корреспондент Артур Мыхце отправился в поселок, чтобы выяснить, когда же население сможет пользоваться водой надлежащего качества. Проблема, о которой идет речь, не нова. Эти кадры жители поселка Иркин-Шахар Ногайского района Карачао-Черкесии снимали лет 7-8 назад. Идущая из крана вода была скорее похожа на кофейный напиток, который к тому же оставлял на поверхности раковины грязные следы. Люди неоднократно обращались за помощью в различные станции. Сперва им обновили насосную, но лишь поэтапная замена всех коммуникаций, похоже, могла бы исправить ситуацию в лучшую сторону. Наличие воды имеется у нас. Но по качеству, да, вода чуть-чуть у нас идет грязная. Особенно после остановок. И из-за старой системы разводки всегда у нас, получается, при остановке идет ржавчина. Очистные сооружения есть, но они не справляются. Тем более, как сейчас были большие ливневые дожди, большой исход селий. Они просто элементарно забивают ее. Так вот вода хлорируется, добавляется жидкий хлор в нее. В регионе это не единичный случай. Схожая проблема с качеством, подаваемой в дома воды, есть, например, и в ряде населенных пунктов Карачаевского района. Там нет очистных сооружений, нет водокачки. Жидкость с самотеком подается из бассейна суточного регулирования. Водопроводные сети прохудились и пришли в негодность. Здесь же, в Иркин-Шахаре, сперва заменили водокачку. Но стало понятно, что дело не только в ней. На данный момент мы по программе комплексного развития сельских территорий заложили 5 километров магистральных сетей. Сейчас проводим работы, меняем их. Все, которые ветхие сети есть, забитые, вот мы их сейчас меняем. Это проект того, что запланировано для замены коммуникаций на шести улицах поселка. Два километра из пяти уже находятся, так сказать, в работе. На участках, где строители меняют древние трубы, вода на 2-3 часа отключается. В это время в остальной части населенного пункта текущая из кранов жидкость на какое-то время становится чуть чище. Здесь убрали землю, копаем траншею. То есть здесь усложнение в чем? Грунтовые воды постоянно, поэтому чуть-чуть сложновато. Ну, как бы справляемся, все хорошо, работа идет. Колодцы устанавливаем, гидранты будут новые стоять. То есть раньше, если от кого-то там пожарники должны были воду питать где-то. Тут приехал, сразу подключился. Кроме того, пока периодически приходится латать и старые, прохудившиеся трубы, выглядит подобное действие не очень приятно. Но без этого не обойтись, пока не заменят все коммуникации. По заведенной у нас традиции, люки будут находиться на проезжей части. Правда, по словам руководителя сельского поселения, иного варианта попросту нет. Люди пользуются тем, что досталось наследство от прошлых поколений. Низкого давления, вот рядом труба газ, высокого давления. А куда его ставить? Только вот сюда он не становится, согласно разработанной документации. То есть проверить, как он мешать не будет. Он будет, где он заподлицо, забетонируется. Боже, усиленный люк будет стоять здесь. Как нам рассказали в администрации Иркин Шахаров, все необходимые работы будут завершены до конца нынешнего года. То есть предполагается, что 2024-й жители поселка встретят с чистой и качественной водой. Не разойдутся ли планы с действительностью, ждать осталось значительно меньше, чем существует сама проблема. Артур Макцелий Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Ногайский район. Развитие курорта Домба идет активными темпами. В частности, в курортном поселке появится Дом культуры. Завершается также работа по строительству туристко-информационного центра. Развивается в Домбае и туристическая инфраструктура. В этом году в рамках программы развития курортов Карачаева-Черкесия планируется сдать в эксплуатацию шестикресельную канатную дорогу. В планах на 2024 год строительство еще одной гондольной канатной дороги, что значительно уменьшит очереди перед посадкой. Кроме того, в поселке проводится ремонт двух мостов через реку Аманаус и Дом Май-Ольген. Обновятся и пешеходные дорожки вдоль мостов. Кроме того, Рашид Семрезов поручил правительству региона создать отдельную региональную программу по прорывному развитию туристско-рекреационного комплекса «Тиберда» Домбай. Содействие межкультурному и межэтническому взаимопониманию, диалог между представителями молодежи разных регионов. Эти и другие темы обсудили в Домбае на форуме. Данное мероприятие реализуется в рамках программы комплексного развития молодежной политики России в Карачаево-Черкесии. Сегодня состоялось закрытие форума. Как проходило открытие, какие актуальные вопросы были обсуждены, расскажет Алла Качиева. Сегодня Домбай стал местом, где рождаются новые идеи и обмениваются опытом. В течение трех дней в курортном поселке будет проходить форум межкультурное согласие, который соберет на одной площадке 70 представителей молодежи СКФО. И вот они, молодые, задорные, амбициозные, из разных регионов и сфер деятельности, с интересными идеями и креативным мышлением. Их объединяет желание обменяться опытом, приобрести новые знания, наладить связь путем межкультурного согласия и диалога. «Разные республики, у нас разная культура. И, наверное, этим мы уникальны и прекрасны. И поэтому, если мы будем общаться на протяжении этих трех дней, я думаю, мы излечем огромную пользу для себя». Берс Хамхоев из Ингушетии – волонтёр. Он уверен, что данный форум ему поможет улучшить коммуникационные качества и сотрудничество в многообразном обществе. «Этот форум, естественно, мне в этом пригодится, так как волонтёрство, оно не останавливается на одной Ингушетии. Это распространяется по всей России. И если я буду ездить по всей России как волонтёр, мне необходимы будут те навыки, которые я могу приобрести на этом форуме, как на межкультурном согласии». Окружной форум «Межкультурное согласие» организован Министерством по делам молодёжи республики и проводится при поддержке главы Карачаева-Черкесии Рашида Темрезова. «Основной целью данного мероприятия является обсуждение тех вопросов, которые для молодёжи Североказского федерального округа относятся к категории актуальных с точки зрения межкультурного и межнационального согласия. Не случайно данное окружное мероприятие проходит на территории Карачаева-Черкесской республики. По причине того, что наш регион, являясь многонациональным, является показателем того, как большое количество представителей разных народов могут жить в мире согласии, внося свой значительный вклад в дальнейшее социально-экономическое развитие как Карачаева-Черкесской республики, так и Российской Федерации. Участники форума активно принимали участие в упражнениях и играх, панельных дискуссиях. Свои интересующие вопросы они задавали экспертам в области межкультурной и межэтнической коммуникации, представителям власти, духовенству, общественным и культурным деятелям. Собравшихся поприветствовал депутат Народного собрания Карачаева-Черкесии, известный спортсмен Наурус Тимрезов. Вы – будущее нашей страны. И от того, как вы сегодня консолидируетесь, от того, как вы сегодня будете сплоченно, вместе, достойно работать, общаться, от этого зависит и целость нашей страны, и развитие в целом. В течение трёх дней молодёжь участвовала и в семинарах, и сессиях, в которых обсуждались такие актуальные вопросы, как межкультурные переговоры, разрешение конфликтов, инновационные инструменты и платформы для развития диалога, продвижение инклюзивных политик и практик и другие. Также в рамках форума состоялась ярмарка культурного обмена. Представители молодёжи продемонстрировали свою культуру, традиции и этническое разнообразие через музыку, танцы, искусство и национальную кухню. Участвовали молодые люди и в совместной сессии для разработки комплексного плана действий по реализации предложенных идей. Я в первый раз в Карачаево-Черкесии, запомнились горы. Правда, в Дагестане тоже много гор, но вот этот вид, пока мы ехали сюда два часа, я просто всё это время смотрела в окно и не могла налюбоваться. Всё-таки горы, они никогда не надоедают. И каждый раз, когда ты их видишь, как будто всё заново, всё по-новому. И на самом деле очень красивая республика. Получив определённый багаж знаний, вдохновение и заряд бодрости от потрясающих живописных пейзажей чистого горного воздуха Домбая участники обменялись не только опытом, но и телефонными номерами в надежде на то, что эти встречи станут традиционными. Алла Качива, Олег Малхожев, Вести Карачева-Черкесия, Домбай. Фестиваль национального гостеприимства «Дружба народов» прошёл на ВДНХ и собрал более 180 тысяч жителей и гостей Москвы. Основная цель фестиваля – знакомство с традициями, культурой и кухней народов России и государства СНГ. Обширной программой фестиваля стали концерты, мастер-классы, спортивные и детские мероприятия. В рамках деловой программы состоялась стратегическая сессия «Культурный код. Дружба народов», посвящённая взаимодействию в области туризма и перспективам совместного экономического развития стран СНГ и регионов России. Постоянное представительство совместно с Министерством туризма Карачева-Черкесии презентовало участникам мероприятия «Туристко-рекреационный потенциал курортов», которые, динамично развиваясь, ежегодно привлекают в регион большое количество туристов. Рассказали о многообразии возможностей в сфере отдыха и туризма, которые сегодня представляет Карачева-Черкесия. Тысячи выпускников получили свои дипломы по направлениям бакалавриата и магистратуры. В Качугу имени Умара Алиева прошёл общий университетский выпускной. Для виновников торжества был организован большой праздничный концерт с участием артистов Карачева-Черкесии и известного музыкального исполнителя из Дагестана. На праздничном мероприятии побывал и Алихан Липшоков. Этот день для тысячи выпускников в Качугу наполнен радостью и яркими впечатлениями. Сегодня для них открывается новый этап в жизни. В праздничном мероприятии приняли участие сотрудники университета, родители и друзья виновников торжества. Каждый из них поздравлял ребят и отмечал их достижения в течение обучения в ВУЗе. Поздравил выпускников, исполняющих обязанности ректора Качугу Талсултан Узденов. Он подчеркнул важность получения высшего образования и пожелал молодым специалистам успехов в дальнейшей профессиональной карьере. Каждый год, когда мы выпускаем очередной выпуск нашего университета, очень волнительно для всего коллектива, потому что эти пять лет не только мы влияем на них, но и они на нас. И они становятся родными за этот период. С другой стороны, эти пять лет и наш выпуск – это результат деятельности всего нашего коллектива. И нам очень интересно и волнительно думать, что будет завтра с этими студентами, и каких успехов они добьются. Нам радостно и немного грустно, что наши выпускники сегодня пополнят ряды профессиональных кадров в различных отраслях экономики республики и страны. Помимо дипломов, лучшим студентам, отличившимся не только в учебе, но и в общественной жизни ВУЗа, вручили благодарности. Сегодня заканчивает наш прекрасный ВУЗ, моя группа, специальности Государственного муниципального управления. Такие прекрасные дети. Они пришли маленькими, но уже выходят взрослыми специалистами. И вместе с ними уходит часть моей души, честно скажу. Потому что мы три привыкли, мы их любим, очень воспитанные, хорошие дети. И будем надеяться, что они в жизни проявят себя как специалисты. Выпускники, прощаясь с родным ВУЗом, поблагодарили своих преподавателей, которые в течение обучения делились своими знаниями и оказывали поддержку в реализации их инициатив. Чувства, конечно, переполняют такие волнительные. И в первую очередь я думаю о будущем, что будет дальше. Думаю о своих друзьях, о своих коллегах, о своих преподавателях, которые в течение этих четырех лет обучали меня, делились своим опытом, делились своей любовью. Ощущения очень приятные, зная, что у меня за плечами шесть лет внешней жизни. И они прошли бы прекрасно, и в старости я буду их вспоминать с теплыми воспоминаниями. Мои впечатления самые замечательные, самые теплые и самые искренние. Я так благодарна своим одногруппникам, своим кураторам, своим преподавателям за ту возможность, которую они мне подарили, за обучение в этом университете. Я так рада за всю поддержку и опору, которую они мне оказали и подарили. Я почувствовала, что здесь я действительно ценна, любима, и обо мне заботятся. Для всех виновников торжества был организован концерт с участием известных артистов Карачаева-Черкесии. Приятным сюрпризом для молодежи стало выступление исполнителя из Дагестана Шами. Участники выпускного навсегда сохранят впечатления, полученные на этом празднике надолго в своих сердцах. Алихан Лепшоков, Аслан Гирюгов, Вести Карачаева-Черкесия, Карачаевск. Его кисти принадлежат портреты королей, президентов, артистов и ольгархов. На своих полотнах он отображает реалии жизни. В картинной галерее Черкесской работает персональная выставка народного художника России Никаса Сафронова. О лете впечатлений Светлана Шаганова. Перед зрителем предстает разнообразный, красочный и уникальный мир гениального художника. Здесь произведения различных жанров, пейзажи, натюрморты, портреты, сюжетные и сюрреалистические композиции. Никаса Сафронова можно назвать самым известным российским живописцем нашего времени. Основная часть работ художника находится в частных коллекциях и музеях многих стран мира. Для нашего музея впервые, естественно, мы принимаем такого уровня мастера, народный художник, профессор, академик Никас Сафронов. Его работы хранятся во многих частных коллекциях по всему миру. И в Эрмитаже, и в других больших музеях его работы представлены. И отчасти мы тоже горды тем, что смогли хотя бы на один месяц присоединиться к этой плеяде музеев и представить на суд наших любителей искусства его работы. На выставке представлено более 80 живописных и графических работ. Различные периоды творчества маэстро. Лето впечатлений говорит само за себя. У посетителей выставки есть прекрасная возможность попутешествовать, побывать в Венеции. И тут же оказаться во Франции, Версале. Встретить рассвет у подножия Фудзиямы. Окунуться в историю городов и старинных замков. Увидеть красоту северной столицы и, конечно, Москвы. Работы все разные и необычные. Мастер не проходит мимо известных мировых событий. Порой шокирующих. К примеру, вот так художник запечатлел убийство Кеннеди. Никасу Сафронову присуща своя индивидуальная манера. Интересные работы, написанные в технике Dream Vision. Это собственное направление Сафронова. Тут вот и легкость, прозрачность в его работах. И через вот эти работы видно, что он сам по себе очень легкий, позитивный человек. И вот эта позитивность, она отражается в его работах. Вот это вот впечатляет. Баловень судьбы, хотелось бы сказать, да, человек. И, естественно, вот эта вот экспозиция располагает в себе вот этим позитивом. Никаса Сафронов предпочитает писать и портреты известных личностей. Политических деятелей, шоуменов, бизнесменов. И художник, как правило, дарил картины человеку, который ему позировал. Таким образом он популяризировал свое творчество. Можно только удивляться творческой фантазии Никаса Сафронова. Он везде разный и находит для каждого героя интересный подход. Знаменитые портреты котов Никаса Сафронова. Здесь не просто изображение животных, они похожи на людей. У каждого свой характер, умело подчеркнутый мастером. Знаменитые картины из серии «Люди-животные». Здесь у художника восприятие человека сквозь призму кошки или собаки. И в каждой работе показан характер, темперамент, мировоззрение. Хотелось бы, чтобы школьники пришли, дети подрастающего поколения, чтобы в своих сочинениях, как я провел это лето, могли бы написать, в том числе и посещение этой, на самом деле, очень интересной выставки. Ника Сафронова – один из самых известных художников современной России. И многие ценители высокого искусства называют его «русский Дали». Как говорится, лучше один раз увидеть. Познакомиться с творчеством Ника Сафронова можно в картинной галереи «Черкеска» до конца июля. Светлана Шаганова, Али Бастанов, Вести, Карачаева, Черкесия. В Архызе завершился Всероссийский форум «Мой бизнес – старт». Мероприятие проводится уже в третий раз на одной площадке. Встретились представители бизнес-сообщества и органов госвласти со всей России. Почему местом проведения форума определили Архысы и какой вопрос стал самым актуальным в диалоге между властью и бизнесом, смотрите далее в специальном репортаже Альбины Ламковой. А наш выпуск завершен.